Одни называют этот плод помидором, другие называют томатом. Название томатль, кровавая ягода, пришло к нам от ацтеков. Французы стали называть этот плод томате, а потом это слово томат появилось и в русском языке. Для того, чтобы посеять такие замечательные томаты, наша задача будет в том, чтобы как максимум сохранить каждое семечко. Что для этого нужно сделать? Во-первых, в этот контейнер была сначала насыпана почва, примерно половина той, что в ней есть. То есть, если она занимает объем так, то половину насыпали, а потом возьмите зерна этой половы, зараженные триходермой, и разложите так, чтобы потом вы понимали, что около каждого семечка уж три штучки-то точно было. То есть, вы рядочками можете ее также посеять, как будете сеять помидоры. Засыпьте еще таким слоем почвы, такой же. Все пролейте хорошо. Ну, здесь в данном случае, поскольку есть триходермин, кипятком его, конечно, жарить не обязательно, но все-таки пролейте такой хорошей теплой водой. Пролили? Молодцы. А теперь, знаете, что нужно? Взять ложку столовую, да, и очень так, не нажимая очень сильно, постарайтесь выровнять площадку для посева вот в вашем контейнере, чтобы это было все-таки относительно ровно, чтобы вода при поливе, ну, при любом, из-под дона там, неважно, шприцом, все-таки распределялась достаточно ровно в вашем контейнере. Площадка достаточно ровная. Значит, вот они у меня на ладошке, 4 и 4. Значит, естественно, мы должны их разложить ровненько. И это будет один ряд, не более того, потому что слишком будет тесно. Да и перемешивать все семена тоже нет никакого смысла. Все, мы их раскладываем. Раскладываем аккуратненько. Так, кто-то тут лишний появился. 4 и 4. Для того, чтобы сохранить каждое семечко, и чтобы оно взошло, нужно еще немножко постараться. Циркон, вы с ним знакомы, молодцы. Вот его бутылочка, она прекрасно открывается. Берем пипетку. Здесь 100 грамм воды, значит, нам нужно всего 4 капли на 100 грамм. Забираем, да, забираем пальчиком. 4 капли. Раз, два, три, четыре. Достаточно все. Рабочий раствор готов. И мы будем им пользоваться. Как? Смотрите внимательно. Это последнее, что вы должны сделать правильно. Размешайте свой раствор. Набрали. А теперь на каждое зернышко, внимание, раз. Отпускаем пальчиком. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Эх, на восьмое не хватило сейчас, минуточку. И восемь. То есть на каждое зернышко вы должны попасть по капельке хотя бы, по две не грех. Раствора рабочего циркона. Две капли на 50 миллилитров или 4 на 100 миллилитров. Ну вот и весь мастер-класс. Сверху засыпаем почвой. Чуть-чуть суше, чем вот у нас уже тут в контейнере. И все у вас получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова